привет друзья компании универс не дремлет и уже 8 июля она запустила новую модель 88 49 танк 3s где s означает slim да это не продолжение танк 3 танк 3 pro а некая альтернатива для тех пользователей которые хотят вариант полегче и потоньше возможно кто-то из вас возразит дескать какой же он тонкий и в какой-то мере вы будете правы потому что танк 3s по сравнению со среднестатистическим смартфоном все-таки остается большим и тяжелым но как говорится все познается в сравнении и и сравнить танк 3 pro то танк 3s с весом 600 с небольшим граммов кажется легче чем танк 3 pro с весом 700 грамм то есть них разница примерно около 80 грамм и если держать оба аппарата в руках то все-таки новинка чувствуется более легкой к тому же толщина у танк 3s также меньше наставляет 25 миллиметров тогда как у pro версии 30 миллиметров так что хоть разницы небо и земля нет тем не менее эти несколько миллиметров и несколько граммов для многих будут главным фактором при выборе тому же танк 3s на старте очень неплохая цена 470 долларов возможно в дальнейшем она поднимется до 500 но с 8 по 14 июля можно будет немного сэкономить в рублях это получается 47 тысяч 150 но тут многое зависит от курса поэтому в описании к этому видео оставлю ссылку где вы можете всегда посмотреть актуальную цену да это сумма не маленькая но и характеристики аппарата также не хилы потому что тут тебе и dlp проектор и два прожектора один с холодным светом другой с теплым также здесь топовые смартфонные параметры в частности мощный чипсет mediatek dimensity 8200 большой объем памяти 12 гигабайт оперативной и 256 внутренней в базовой версии у меня старшая версия здесь 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт внутренней при всем этом бренд 8849 не конкурирует с apple и может себе позволит оснастить аппарат поддержкой карт памяти про трех с половиной миллиметровый аудио разъем компания также не забыла находится внизу под резиновой заглушкой рядом с разъемом type-c заглушка нужно для защиты от проникновения пыли и влаги аппарат сертифицирован по стандарту и пишет от 8 который подразумевает полную пыль влагозащиту вплоть до кратковременных погружений воду на глубину до полутора метров выполнен танк 3s из надежных материалов прочного прорезиненного пластика и металлических вставок что позволяет выдерживать падение удары а также высокие и низкие температуры так что в каких-нибудь экстремальных условиях с этим аппаратом проблем быть не должно дизайн аппарат остался без заменений компания продолжает использовать в этой серии некую единую стилистику меняя лишь порой некоторые штрихи например здесь два прожектора модели танк 3 pro 1 и в обычном танк 3 также был один прожектор камеры также от модели к модели могут меняться здесь их три основная телевик камера ночного видения плюс красные датчики для нее и вспышка но в целом это старый добрый танк только немного постраневшая с правой стороны все также находится кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальца отличное расположение лучше на мой взгляд и не придумаешь чуть выше можно увидеть решетку вентилятора для охлаждения проектора кнопки регулировки громкости расположены с левой стороны здесь также можно увидеть и две smart кнопки на которые можно назначить быстрые действия также слева расположен лоток для sim карты и карты памяти и колесико для фокусировки проектора верхней части помимо проектора также имеется инфракрасный порт штука очень нужна так с ее помощью аппарат можно использовать в качестве пульта дистанционного управления особенно это будет полезно в поездках часто бывает так что в съемных квартирах один пульт на два кондиционера так что используя танк 3s в качестве второго пульта вам не придется бегать из комнаты в комнату дисплей аппарата представлен IPS матрицей с диагональю 6,79 дюймов с разрешением 1080 на 2460 пикселей поддерживает частоту обновления 60 90 и 120 герц в настройках вы можете выбрать ту частоту которая вам необходима но я предлагаю установить умное переключение которое будет автоматически переключаться в зависимости от сценария использования плюс имеется возможность выбирать частоту обновления для определенного приложения защищен экран прочным стеклом юджи глаз которая имеет толщину более 1 миллиметра целом экран очень приятные с хорошим запасом якости до 580 нит что позволяет отображать информацию даже на солнце вырез под фронтальную камеру здесь современные у-образные так чтобы дисплеем в целом зачет предлагаю теперь немного поговорить о комплекте поставки уже знакомой коробки помимо самого аппарата вы можете также найти коробка открывается достаточно сложно можно найти транспортировочную упаковку защитное стекло также здесь имеются салфетки для того чтобы вы могли удалить пыль при наклеивании стекла также имеется документация в виде краткого руководства пользователя и гарантийного талона кабель usb type-c и адаптер питания на 66 ватт да это не самое мощное зарядное устройство но и батарея внутри корпуса аппарата не рекордная но тем не не очень высокой емкости 15600 миллиампер часов поскольку аппарат базируется на модели 88 49 танк 3 pro то и программное обеспечение здесь точно такое же работает аппарат на android 13 версии не самая свежая но вполне актуальна даже сегодня версия будет ли 14 android для этого аппарата сказать сложно но судя по тому что указана спецификация я думаю что скорее да чем нет какой-то фирменной оболочки здесь нет встроенный android который оснащен небольшими фирменными настройками есть несколько фирменных обоев которых нет других смартфонах но в танках они имеются также есть папка с инструментами конечно же подобная папка есть во многих защищенных смартфонах но здесь список таких приложений низкая больше чем это бывает обычно например имеется пункт мобильная чистка который удаляет пыль воду из аппарата при помощи вибромотора или тот же самый барометр который редко очень встречается в смартфонах ну и конечно же стоит отметить два очень ярких прожектора которые удобнее всего запускать с помощью смарт кнопки где-нибудь на природе такие огни и в палатке безусловно будут очень полезны ну а случай какой-нибудь чрезвычайной ситуации будет полезен очень симулятор оповещения которое привлечет свое внимание синим и красным цветом и случае необходимости даже имеется возможность включить сирену от пожарной тревоги до подводной лодки давайте послушаем как звучит подводная лодка вот так вот но теперь давайте поговорим о главной особенности этого аппарата речь конечно же идет о dlp проекторе который здесь точно такой же как моделях танк 3 pro и танк 2 pro здесь также имеется кулер для активного охлаждения который позволяет не перегреваться аппарату даже при длительном использовании проекты позволяет показывать все что отображается на экране вашего смартфона таким образом помощью этого устройства вы можете в любом месте создать подобие кинотеатра посмотреть вместе семьей какой-нибудь фильм или футбольный матч с компанией на самом деле все зависит лишь от вашей фантазии можно даже поиграть в какую-нибудь игру яркость проекта составляет 100 люмен а разрешение 854 на 480 точек цифры вроде не очень впечатляющие но на практике все смотрится отлично главное настроить фокусировку при помощи специального регулятора также имеются настройки проектора для регулировки яркости трапециевидной коррекции и фиксация ориентации динамик в аппарате один но думаю что его громкости большинстве случаев будет вполне достаточно если вас будет отвлекать шум вентилятора охлаждения то можно подключить колонки как по воздуху в аппарате имеется поддержка bluetooth версии 5.3 так и по проводу использовать проектор в течение длительного времени вы можете не только благодаря активному охлаждению но и мощному аккумулятору на 15600 миллиампер часов за час работы в режиме проектор аккумулятор разряжается всего на 12 процентов на экране аппарата по заверению производителя вы можете смотреть непрерывно видео в течение 40 часов и это похоже на правду потому что разрядить этот девайс действительно очень сложно если обычные смартфоны при активном использовании тянут один день то танк 3s способен проработать дня три причем это активное использование если использовались не особо активно то в среднем его будет достаточно заряжать один раз в 5-6 дней причем при использовании штатной 66 ваттной зарядки на это уходит около двух часов от 0 до 100 процентов и здесь надо понимать что даже зарядив его до 30 процентов 30 процентов заряда вам хватит на целый день использования и это одно из главных преимуществ этого аппарата по сравнению с обычными смартфонами что касается производительность очень часто бывает так что защищенных смартфонах и не уделяется должного внимания но в случае с 88 49 танк 3s с этим полный порядок потому что базируется аппарат на таком же чипсете как и в модели танк 3 pro дайминсити 8200 это достаточно мощный процессор топового уровня и он подходит абсолютно для любых задач в тесте antutu аппарат набирает 901 641 балл это очень хороший результат и говорит нам о том что это отличное решение даже для тяжелых игр которые можно играть в том числе и при использовании проектора особенно комфортно это будет делать при наличии контроллера несмотря на то что система камер по сравнению станка 3 pro несколько упростила здесь отсутствует ширик разрешение основной камеры составляет 50 мегапикселей тем не менее получаются вполне приличные снимки которыми не стыдно делиться в социальных сетях имеет стабилизация фото позволяющая сделать более четкие снимки рекомендую сразу же как начнет использовать аппарат и активировать видео аппарат умеет снимать в разрешении 4к основной камеры и full hd с фронтальной настройка заявлена электронная стабилизация но по факту она не очень хорошо работает при мере не так хорошо как хотелось бы 8 мегапикселей телевик способен делать трехкратные снимки без потери качества максимально доступно 20-кратное увеличение но в этом случае уже получаются не очень четкие снимки 3 камера имеет разрешение 64 мегапикселя и при помощи инфракрасных датчиков позволяет снимать фото и видео в условиях полной темноты сейчас уже сложно назвать это каким-то эксклюзивом но на сказать что снимки здесь получаются лучше чем на большинстве других смартфонов с камеры ночного видения которые я тестировал ранее фронтальная камера имеет отличное разрешение 50 мегапикселей также как и на основной камере при использовании режима супер решения вы можете получить как раз таки 50 мегапиксельные снимки по умолчанию фото получается в разрешении 12 половиной мегапикселей что еще можно сказать об этом аппарате наверное проще сказать чего здесь нет потому что по сути это швейцарский нож в мире смартфонов в котором есть все на все случаи жизни что касается беспроводных коммуникаций то здесь также все предусмотрено имеется поддержка сетей пятого поколения есть быстрые wi-fi 6 качество телефонных звонков отличная есть возможность записи телефонных разговоров прямо из коробки в пункте умный помощник заходите запись звонков и активируете автоматическую запись это есть и в прошлых моделях серии танк за что в том числе эту серию пользователи любят какие ключевые отличия от танк 3 pro ну во первых это габариты габариты аппарат стало легче аппарат стал тоньше во вторых у него двойной прожектор в третьих отсутствует широкоугольная камера в четвертых аккумулятор стал меньше емкости ну и в пятых цена танк 3s ниже что конечно не может не радовать так что кто смотрит на серию танк и хочет получить более тонкий легкий аппарат с компромиссом виде менее емкого аккумулятора то танк 3s будет наилучшим выбором 8849 танк 3s как и предыдущей модели компании не является смартфоном для всех но без словно для него существует некая целевая аудитория которой необходимы те функции которые предоставляют аппараты этой серии эти функции работают должным образом поэтому если вы относитесь к категории любителей подобных аппаратов то я могу порекомендовать эту модель потому что заявлены функционал здесь работают как надо если же вы не понимаете для чего вам этот аппарат то вероятно он вам просто не подойдет это все же не универсальный смартфон достаточно сложное техническое устройство которое нацелено на индивидуальные предпочтения на этом все надеюсь что это видео вам понравилось так то поддержите его лайком оставляйте комментарии что думаете о 88 49 танк 3s и серии танк целом обязательно задавайте вопросы также подписывайтесь на этот канал и канала cam review в телеге чтобы оставаться всегда на связи и главное не забывайте все самое интересное еще впереди